Сейчас еще одна тема, которая касается соотношений между братскими народами. Перспектива введения России в виз для граждан Украины. Именно такой мерой всех припугнул советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев, обозначив такую перспективу в случае, если на грядущем саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но на первый взгляд это заявление советника президента противоречит тому, что на этой же неделе о визах для граждан СНГ сказал сам президент. Давайте послушаем. Визовый режим в рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от себя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать. Но нужно делать этот процесс более цивилизованным и наладить нужно работу на этом треке таким образом, чтобы он не раздражал коренное население, а вызывал бы положительную реакцию, имея в виду, что рынок труда наш нуждается в заполнении тех рабочих мест, которые не заполняются местными гражданами. Это во-первых. Во-вторых, все эмигранты, я уже об этом говорил неоднократно, должны ясно понимать, что если они приезжают в Российскую Федерацию, то они должны знать язык, историю, культуру народа, регионов, в которые они приезжают, и уважать наши традиции, наши законы и нашу культуру. Ну и сейчас гость в нашей студии упомянутый выше советник президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Юрьевич, противоречите вы начальнику-то своему, он говорит, давайте допускать людей той же самой культуры, явно имея в виду, что таджики, узбеки и киргизы все-таки не относятся к этой культуре, а вы украинцам визами грозите. Почему он же говорит о нашей позиции, о российской? Поскольку Украина стремится в ассоциацию с Евросоюзом, нужно просто уметь на 2-3 шага вперед анализировать, что последует потом. Во-первых, самоликвидация Украины, отношение свободной торговли с нами, это будет первый шаг. Во-вторых, ужестощение контроля на границах, в связи с тем, что Украина будет беспрепятственно пропускать, скажем, европейские продовольственные товары. Третий шаг будет связан уже с политическими последствиями, обусловленными тем, что в этом соглашении об ассоциации написано, что Украина обязуется следовать в кильваторе европейской политики. При этом Украине нет никаких прав на эту политику влиять, то есть Украине будет просто диктовать, что нужно делать. В-четвертых, написано, что Украина обязуется участвовать под руководством Евросоюза в урегулировании региональных конфликтов, мы это уже видели в Грузии. При этом главной морковкой для украинских граждан в данном вопросе является обещание где-то дальше выйти на безвизовый режим с Евросоюзом. Хотя в этом соглашении об этом ни слова не сказано, более того, написано, зафиксировано, что оно не касается визового режима, который является главной приманкой. А если действительно случится так, что Украина с Европой будет иметь безвизовый режим, а мы не будем такого безвизового режима иметь, и дальше Украину будут втягивать в шенгенскую зону, из этого вытекает, что именно Украина вынуждена будет ввести визы на наши границы, как это было действительно с нашими недавно восточноевропейскими партнерами, которые прошли по этому пути. То есть фактически Украина становится колонией Европейского Союза, и ей будут диктовать из Брюсселя, что нужно делать. Георгий, сейчас зрители могут подумать, что я сошел с ума, но я вам задам такой неожиданный вопрос. А какой таможенный режим работает у России с Марокко и с Мексикой? Это режим, который определен рамками Всемирной торговой организации. Мы взимаем единый таможенный тариф по нашей границе, таможенного союза, и с Украиной будет действовать вот аналогичный режим. Вот я хочу просто объяснить, что я не сошел с ума. Мексика является страной, обладающей уже тем статусом, к которому стремится Украина. У нее есть ассоциированная ассоциация с Европейским Союзом. Но при этом Мексика является полноправным членом интеграционного объединения с Соединенными Штатами из Канады, которое называется НАФТО. И одно другому не мешает. Я вот иной раз слушаю украинскую аргументацию, когда они говорят, ну, будем ассоциированными членами с Евросоюзом, но нам не мешает это иметь хорошее отношение с таможенным союзом и с Россией. Это если бы Украина сохранила суверенитет. Загвоздка здесь заключается в том, что с зоной свободной торговли с Евросоюзом это соглашение об ассоциации не ограничивается. Самое главное в том, что Украина делегирует Брюсселю суверенные права в области регулирования торговой политики, таможенного регулирования, технического регулирования. Чего не сделают ни мексиканцы, ни марокканцы. Ну, это самоубийство. Уже через два года машиностроение Украины должно будет работать по стандартам Евросоюза. А в течение 10 лет вся экономика перейдет на стандарты Евросоюза. Уже украинские специалисты посчитали, что для этого потребуется 100 миллиардов евро. Где эти деньги? У России кредит брать? Сегодня. Россия остается сегодня главным кредитором Украины. Кроме России, сегодня кредиты Украине никто не дает. И, в конце концов, прекращение кредитов будет означать дефолт, падение курса и утрату перспективы развития. Это безумие, которое, я думаю, все-таки не совершится. Все-таки я верю в здравый смысл. Поэтому выгодно это, по сути дела, небольшой горстке людей, которые поверили в восточное партнерство, делают на восточном партнерстве личную карьеру. У них личная корыстная мотивация в этом деле. Горстки олигархов, которые хотят легализовать свою собственность в Европе. Но жертву приносится практически вся экономика. Приносится половина граждан, которые не хотят такой интеграции, которые хотят быть в едином экономическом пространстве с Россией. Поэтому, если отвечать на вопрос, кому это выгодно, и вдуматься, то, я думаю, здравый смысл подскажет, что такие шаги нельзя делать. И когда украинское руководство обижается, что цена на газ слишком высокая для Украины, это действительно так. Ну, давайте честно скажем, мы же вас приглашаем в единое экономическое пространство, в котором формально юридически Украина находится до сих пор. Потому что Украина ратифицировала соглашение о едином экономическом пространстве. Время-то, когда Генрукович был кандидатом в президенты на тех выборах. Да, и под это дело была поддержка общества, было сделано политическое решение. А сейчас фактически руководство Украины вернулось абсолютно на оранжевый курс. Ведь это соглашение об ассоциации с Евросоюзом, это творчество Тимошенко, которое осуждено сегодня за... Ну, и Ющенко, скорее, Сергей Юрьевич. И Ющенко тоже, конечно, который хотел не только ассоциацию, но еще и НАТО вдобавок к этому. Поэтому я думаю, что нам нужно терпеливо украинским партнерам объяснять последствия. Хотя некоторые остервенелые, я скажу, евроинтеграторы, которые не хотят слышать логики. Наши объяснения называют шантажом. Но по сравнению с тем, что там написано в этом соглашении об ассоциации, где Украину лишают суверенитета просто по всем вопросам торгово-экономической политики, это не шантаж, это просто мягкое объяснение того, что нас ждет. Поэтому я уверен, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом в таком виде подписано не будет. Оно не может быть подписано, исходя из элементарной логики. Из этого следующее нам нужно садиться втроем и договариваться. Евросоюз, Россия вместе с Украиной определять режим наших торгово-экономических отношений на долгосрочную перспективу. Интересно, как вы определили этот треугольник. Спасибо. Сергей Глазьев был гостем в нашей студии.